Здравствуйте! Мы сегодня готовим имбирные пряники. Что нам понадобится для смеси? Имбирь 2 чайные ложки, корица 2 чайные ложки, гвоздика все молотая 1 чайная ложка, кардамон 1 чайная ложка, мускатный орех 1 чайная ложка, перец белый душистый 1 чайная ложка, бадьян 1 чайная ложка, апельсиновая цедра 1 столовая ложка. Итак, мы все это смешали. В кастрюльку 200 грамм меда абсолютно любого. Он у нас подогревается. Как только он у нас подогреется, мы добавляем 2,5 столовые ложки вот этой смеси из вышеперечисленных ингредиентов. Итак, 200 грамм меда у нас разогрелись, они практически закипели мед. В общем счете у нас будет 2,5 ложки вот этой смеси и 1 столовая ложка на 200 грамм меда и на 2,5 столовые ложки смеси 1 столовая ложка апельсиновой цедры. Добавляем сюда и все хорошенечко прогреваем. После того, как ваши специи разогрелись и тут же была апельсиновая цедра, вы на это количество добавляете 200 грамм масла и ждете, пока полностью масло разойдется. Также я сюда добавила щепотку соли, сейчас должно все разойтись хорошенечко нагреться. У меня из 9 возможных стоит на четверочке, ждем пока все растопится. Вы добавляете 1 чайную ложку соды, она у меня вот так через ситечко будет просиливаться частями, не целиком, а частями. Ваша смесь должна увеличиться в 2 раза. Вот прям сразу на глазах видно, как она увеличивается. Когда ваша смесь полностью остыла до комнатной температуры, она выглядит вот таким образом. Вы должны взбить 3 яйца и 300 грамм сахара. Вы вводите постепенно, 4-5 раз взбиваете сначала с низкой скорости, потом более высокую. По чуть-чуть, без фанатизма. У вас получается не очень большая пена, не как для бисквита, а просто вы сделали так, чтобы сахар растворился. В этот момент вы все смешиваете, все перемешиваете хорошенечко. Сюда добавляете 720 грамм муки. 720 грамм. Вмешиваете постепенно. Можете это сделать на тестомесе, если вы хотите. Можете вручную. Я, например, сегодня буду вмешивать. Вручную уже этим занимаюсь. Можете сделать на тестомесе, если вам так поудобнее. Ничего. Ваше предпочтение только. Всего должно быть 720 грамм муки. В итоге у вас должно получиться вот такое тесто. Вы убираете в холодильник. Продолжение следует.